Белоруссия завершается предвыборная гонка. На высший в государстве пост претендует четверо кандидатов, включая действующего руководителя страны. В случае победы Александр Лукашенко займет президентское кресло в пятый раз. О кандидатах и прогнозах репортаж нашего корреспондента Алексея Кручинина. Основной день выборов президента Белоруссии в воскресенье 11 октября, но все участки страны открыты уже со вторника. По местному выборному законодательству здесь можно свободно голосовать досрочно. При этом никаких открепительных удостоверений не требуется. Отвечая за что голосуют, многие белорусы единодушны, независимо от возраста, статуса и политических предпочтений. Конечно, очень просветание за Россию. За стабильность, за мир в нашей стране. Пенсию трохи побольше, ну и чтоб мясо подешевле. Для выборов президента Белоруссии организовано более 6 тысяч избирательных участков. Из них 49 откроются за пределами страны. В России проголосовать в воскресенье можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону. Всего в списках около 7 миллионов избирателей старше 18 лет. Порог явки на выборах 50%. Побеждает кандидат, набравший больше половины голосов. Иначе второй тур. Есть в бюллетенях и графа против всех. За высшую должность в Белоруссии борются 4 кандидата. Явный лидер гонки Александр Лукашенко. Он уйдет уже на пятый президентский срок. Тот, кто за мной следит и за моей политикой, он прекрасно знает мои подходы. Образование, здравоохранение должно быть в основном бюджетным. Детишек, стариков будем смотреть как зеницу ока. Но вы это знаете. И если я об этом скажу, вы скажете, да, так и будет. Второй кандидат Николай Улахович. Казачий атаман и руководитель Белорусской патриотической партии, которая полностью поддерживает курс власти. Еще один претендент на пост президента Сергей Гайдукевич. Лидер либерально-демократической партии. Основной тезис его программы – Белоруссия должна сохранять паритет между Востоком и Западом. Стать своеобразной восточноевропейской Швейцарией. Впервые на самый высокий пост страны претендует женщина. Педагог Татьяна Короткевич, выдвинутая коалицией народный референдум. Ее можно назвать единственным оппозиционным кандидатом. По мнению Короткевич, финансовые реформы в стране затормозились, а у частного бизнеса нет возможностей для развития. К тому же она считает, что президент сосредоточил в своих руках слишком много власти. Мой стиль, который я предлагаю правлению, предполагает разделение властей и привлечение на сторону работы государства больше профессионалов. Больше доверия нужно сегодня, и тогда с любимыми проблемами справишься. Начиная с 2010 года, когда милиция жестко подавила беспорядки в центре Минска, радикальная оппозиция не провела ни одной по-настоящему громкой акции. А после Майдана и раскола Украины, белорусы, по данным многих экспертов, и вовсе перестали доверять политикам, которые призывают к активным протестам. Два руководителя политических партий и оппозиционного толка даже пытались выдвинуться, причем на очень свободных условиях. Никаких жалоб по поводу того, что им чинили власти препятствия, от них не поступало. Но они не смогли выдвинуться, они не смогли собрать подписи. Главный козырь оппозиции – далеко не лучшее состояние экономики страны. Воловой внутренний продукт Белоруссии, по прогнозам Международного валютного фонда, за 2015-й снизится почти на 4%. Доллары и евро за год подорожали в полтора раза по отношению к белорусскому рублю. Экспорт, по официальной статистике, за это время упал на четверть. Многие крупные предприятия страны – Минский автомобильный, Минский тракторный заводы, БелАЗ – закончили первое полугодие с убытками. Впрочем, этот спад эксперты связывают с общемировым кризисом. Белорусская экономика всегда сильно зависела от соседей – России и Евросоюза. Зато явно улучшается политический имидж страны. Минск фактически стал центром мирных переговоров по ситуации в Донбассе. Роль посредника в украинском кризисе добавила Александру Лукашенко очков на Западе. На эти выборы приглашены больше 800 иностранных наблюдателей. В том числе работает постоянная комиссия, бюро по демократическим институтам и правам человека. Больше 20 лет у них накапливалась инверция определенной политики. Ее поменять невозможно за короткое время. Поэтому что-то они оставят. Но я надеюсь, если ничего не произойдет в вечер после выборов, то большую часть санкций должны снять. Эту президентскую кампанию в белорусском центре сберкома уже назвали самой спокойной за все годы. Поскольку реальных конкурентов у Лукашенко нет, государственные СМИ уделяли другим кандидатам беспрецедентно много внимания. Сам президент традиционно отказался от теледебатов. Не обошлось в избирательной кампании и без курьезов. Житель Минска Василий Семашко в качестве своеобразного протеста против безальтернативности выборов даже пытался выдвинуть в президенты своего кота Барсика. Центр сберком, конечно, отказал Барсику в регистрации. Но на избирательный участок кот все-таки пойдет за кампанию с хозяином. Алексей Кручинин и Сергей Панасюк. Первый канал. Минск.